Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацемаер. Одно из главных событий сегодняшнего дня – это наступление зимы. И несмотря на то, что у природы нет плохой погоды, каждому времени года каждый из нас должен, соответственно, подготовиться. И сейчас мы будем говорить о подготовке нашего организма к зиме. Как избежать гриппа и простудных заболеваний? А если все-таки заболели, как и чем лечиться? У нас в гостях заместитель главного врача по диагностике Республиканской клинической больницы номер 2 Ирина Сидорова. Здравствуйте, Ирина Владимировна! Здравствуйте, Марина! Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, по статистике и на вашем опыте, в какое время года люди чаще всего болеют? Вас удивит мой ответ, Марина. Для болезни вообще не существует времени года. Люди болеют круглый год. Но уж, коль скоро мы сегодня с вами говорим о гриппе, то по многолетней статистике гриппом болеют чаще в осенний-зимний период и в начале весны. Объяснить мы это можем только тем, что мы зимой меньше солнечных дней, резкие колебания погоды, то холодно, то сыро, то где-то мы перегрелись в помещении. И в этом фоне все вирусы нас, конечно, начинают атаковать, в том числе и вирус гриппа. А кто находится в группе риска? Кто особенно подвержен простудным заболеваниям и гриппу? Дети, старики, студенты? Классически можно выделить несколько групп риска. Это маленькие детки, это школьники до 15 лет, взрослые люди старше 50 лет, там, где иммунный ответ слабоват. Конечно, опасность заболевания высока на ранних сроках беременности. Это далеко не всегда. Там, собственно, реакция на беременность. Наверное, как-то так. Люди, которые, скажем, студенты перед сессией, классический вариант, или те, кто работает, какой-то важный проект и так далее. Стресс как-то сказывается на эволюции? Усталость. Усталость. Усталость, стресс, безусловно, подавляет наш иммунитет и открывает ворота для многого, в том числе и для инфекционных заболеваний, для вирусных заболеваний. А что касается гриппа и ОРВИ, первая волна ОРВИ, вы, наверное, все замечали, особенно у кого есть дети, что первая волна осенью нас настигает 1 сентября. «Здравствуйте, мы пришли в школу», называется. И тут же из нее ушли болеть. Да-да-да. То есть детки возвращаются с отдыха, и начинается обмен инфекциями, которые привезли из разных уголков нашей республики, нашей страны. И то есть пока все дружно не переболели в течение месяца, класс не успокоится. То один болеет, то другой. Та же самая история, кстати, в вузах. То есть обмен вот этими вирусными инфекциями, они ОРВИ именно, ОРВИ, о гриппе мы вообще пока не говорим, это вот с сентября месяца. Но если говорить о простудных заболеваниях, лучшая профилактика простудных заболеваний – это что? Лучшая профилактика простудных заболеваний – это, ну, я сейчас начну говорить банальные вещи, которые, на самом деле, при теперешней жизни трудно выполнить, да? То есть это правильно дозировать труд и отдых, да? То есть человек должен правильно питаться, человек должен достаточное количество времени спать. Но я понимаю, что на сегодняшний момент для большинства это утопия. То есть такого мы себе зачастую позволить не можем. Поэтому мы должны во всяком случае избегать перегрузок, действительно, которые не свойственны нашему организму. Допустим, спать в течение недели по два часа в сутки. Вот, пожалуйста, на этом фоне может развиться любое заболевание, начиная от депрессии, заканчивая любой инфекционной патологией, которая привяжется к ослабленному организму, да? Поэтому мы должны отдыхать, мы должны принимать витамины, если это вот такое время года, как сейчас, да? То есть мы должны правильно пить его режим, это очень важно. Вот. То есть человек должен... Что значит правильно пить его режим? А потому что человек должен правильно, обязательно потреблять достаточное количество жидкости, что тоже немаловажно. То есть, вы помните, такая достаточно глупенькая реклама, не дай себе засохнуть. Так вот, я бы ее переначала. Переначала, что мы должны потреблять достаточное количество обычной воды. Два литра, я слышала. Ну, в зависимости от того, какая комплекция у человека. Кому литр, кому два, кому полтора. То есть, ну, литр-то маловато, конечно, от полутора литров жидкости человек должен потреблять для того, чтобы функционировали правильно почки, чтобы не было задержки жидкости в организме. Все. Потому что почки помогают в том числе выводить прицепившиеся к нам любые вирусы, инфекции и так далее. То есть, как бы, фильтрация через почки не успевает ничего прицепиться. Считайте, что мы себя изнутри промываем. Вот. Потом, естественно, правила личной гигиены. Про них тоже забывать не надо. Пути передачи любых острых респираторных заболеваний, ОРЗ, ОРВИ, гриппа, они одинаковые. Это контактные. То есть, кашель, чихание, на руках какие-то частички слизи, что-то попало. То есть, один чихнул, и на дверной ручке это там на руке осталось и так далее. Чаще нужно мыть руки. Сейчас есть такая возможность носить с собой влажные салфетки. Бактерицидные какие-то салфеточки, такие в сумке у каждого, там, в кармане, еще где-то должны быть такие салфетки. Потому что нет возможности помыть руки, хотя бы их протри. Вот. То есть, это уже дает возможность избежать. Но не пренебрегать водными процедурами. То есть, пришел домой, нужно обязательно умыться, прополоскать нос, рот. То есть, со слизистых оболочек постараться снять налет того, что мы принесли с улицы. В том числе, вирусы и бактерии. То есть, вот если я целый день ездила на автобусе по городу, естественно, нахваталось всего. Я пришла домой, я прополоскала рот, нос, умылась. Я какую-то часть тех вирусов смыла. Безусловно. Безусловно. Это простой, классический такой способ. То есть, вот уже какую-то часть мы оставили за порогом. Поэтому лучше всего, вот особенно, ну, сейчас, когда мы стоим на пороге всех этих наших радостей сезонных, хотя бы вот этим частично себя обезопасить. Естественно, цитрусовые, у кого нет на них аллергии. Вот. Естественно, лук, чеснок. Классические дедовские способы. То есть, в пищу добавляются. Потому что это фитонциды, это естественные природные средства против вирусов и бактерий. То есть, вот это вот мы тоже не забываем, правда? Вот. Отдельно хочу сказать о таких, ну, всем нам знакомых, как ягоды шиповника, рябины, калины. Но, опять же, не забываем, что есть группа среди нас тех, кто аллергик, кто может это не переносить. То есть, каждый должен знать свои слабые стороны. Все то, что относится к классическим дедовским способам предохранить себя от простуды, либо пролетить ее на ранней стадии, должен знать, можно ему или нет. Мед, малина, лимон там и так далее. А можно ли мне это? Если нет аллергии, конечно, это прекрасно помогает. А я слышала, что мед нельзя растворять в чае. Вот многие любят чай с медом, молоко с медом и так далее. Что сахар растворяется, как-то мед расщепляется и теряет свои целебные свойства. Ой, вы знаете, как сказать, сколько людей, столько и мнений. Действительно, вы вспомните, опять же, это традиционные средства, когда мед в чем-то растворен. Например, в соке редьки. Редька с медом, прекрасное средство от кашля, великолепное совершенно. Потому что, опять же, редька относится к тем же фитонцидам, растительным, замечательным. И мед там никуда не растворяется, он сохраняет тоже свои бактерицидные свойства и атоптогенные свойства. То есть, как бы, я считаю, что здесь я не буду поддерживать эту точку зрения. Опять же, скажу, что сколько людей, столько и мнений относительно меда. Кто-то, наоборот, говорит, что нужно с утра медовую водичку, что он действует великолепно. А кто-то говорит, да что-то, что-то его можно только в прикуску. Оставим этот вопрос. Сейчас появился на прилавках имбирь. И многие вот раньше все цитрусовые, лимоны, мед и так далее. А сейчас имбирь многие. Могу высказать здесь свое собственное мнение. Мне очень нравится имбирь. И я на себе проверена, что действительно, когда начинается такое немножко продрамальное состояние, когда ты немножечко простыл, либо ты промерз, чай с имбирем – замечательное средство. То есть имбирные чаи – это ведь тоже классика, как сказать, классическая школа старой русской медицины, с Востока в свое время взявшая некоторые рецепты, дореволюционные чаи с имбирем. Вот сейчас возрождают многие такие вещи. Хорошо, что к ним вернулись. Имбирь здесь хорошо вписывается. Вот он нам не чужой, в отличие от некоторых других фруктов, которым и корней, и прочее. Имбирь оказался у нас таким хорошим гостем на нашем столе. Да, ну вот все-таки готовить имбирь, этим магазин, покупать и так далее. Что касается, опять-таки, цитрусовых, легче выпить таблетку. Если говорить об этих поливитаминах многочисленных, которых сейчас в аптеках, просто неограниченное количество. И это хорошо, и это хорошо против вирусные, против гриппозные, противопростудные, поднимающие иммунитет препараты. Вот что все-таки вы посоветуете? Я хочу сказать, что, во-первых, самое важное не пропустить тот момент, когда ты чувствуешь начало заболевания. Вот почувствовал себя плохо, понимая, что вот да, я что-то зацепил, наверное, в этот момент самое лучшее – это отсидеться дома. Вот, опять же, наверное, я советую то, что для многих скажут, да, это невозможно. Вот, допустим, очень часто бывает так, что накрывают где-то среди рабочего дня. Не надо становиться источником инфекции для окружающих. Нужно изыскать возможность, чтобы тебя как-то отпустили, подменили. Но уйди. Не нужно делиться, простите за цинизмом. Поделиться болезнью. Не надо болезнью делиться с окружающими. Не стоит этого делать, потому что лучше вот сегодня уйти, отлежаться, там, один день взять, если это позволяет. Если нет, то надо как-то себя постараться изолировать от коллектива. Вот, то есть нужно… Можно… Противовирусных препаратов существует много. Они как раз работают с первых часов заболевания. То есть если нет возможности обратиться к врачу сразу, то можно зайти в аптеку, посоветоваться с провизором, то есть посмотреть, что есть. Вот. Есть классические противовирусные препараты, четко рассчитанные на грипп. Их немного, но они есть. Есть те, которые работают на всю группу. То есть вам посоветуют в аптеке, подскажут. По-хорошему, по-хорошему, классически нужно идти к врачу. Вот. Но, к сожалению, с любым насморком туда не побежишь. И еще иногда в очереди подхватишь пару других насморков. Вот, 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 вот. Поэтому как бы перебить на ходу, конечно, безусловно, можно. И противовирусные препараты сейчас хорошие. Они как бы уже последних поколений. И даже те, которыми мы пользуемся уже на протяжении лет 20, они уже сейчас в других степени очистки совершенно, других производителей. И поэтому можно, самое главное, еще раз вернусь к началу своей фразы, не пропустить момент заболевания. Если начать вовремя ее купировать, то есть останавливать, можно не разболеться и, упаси Господь, конечно, не довести до осложнения. Потому что не так страшны сами вот эти ЭРЗ, РВИ и гриппы, как страшны их осложнения. А вот есть люди, которые прямо с сентября начинают, да, и заканчивая весной пьют иммуномодуляторы, вот эти вот поливитамины всевозможные и так далее. Вот здесь не стоит делать. Этого однозначно не стоит делать, потому что иммуномодуляторы могут подавить выработку собственных иммунных ответов. И не надо подменять свой собственный иммунитет искусственными стимулами. То же самое касается витаминов. Все витамины пьются курсами. Все витамины пьются курсами. Вот другое дело, что в питании должны присутствовать обязательно овощи, обязательно должны быть фрукты, Обязательно должны быть каши, как бесценный просто источник витамина В, например. То есть мы потеряли немножко культуру питания, я бы сказала. То есть вот те правильные рационы, которые существовали во времена, вот даже, допустим, моей мамы, пусть это было послевоенное детство, но было построено так, что каждый день готовилась еда, каждый день в рационе была каша, и не было такого, до чего мы потом опустились, что суп там варится на 3-4 дня. Да, 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 все, сдаюсь, я тоже так же делаю. Вот там было правильнее, меньше было заболеваний желудка, меньше было проблем, так же были простуды, но меньше было более глубоких проблем, которые идут от нашего пищеварения. То есть если мы неправильно питаемся, у нас страдает все. В кишечнике не всасываются витамины, ты можешь их есть горстями, ты можешь купать самые, что ни на есть, сумасшедшие, дорогие, на твой взгляд хорошие, они не всасываются вообще. Вот открою маленький секрет. Набор вот этой витаминной массы практически во всех витаминах одинаков. Вот и витаминный состав самых дешевых поливитаминов отечественного производства и самых дорогих, бог знает откуда привезенных, практически одинаков. И есть еще одно мнение наших фармакологов, причем оно давнишнее, что, например, мы лучше отвечаем на витаминную массу нашего производства. Допустим, у нас есть несколько хороших химфармзаводов, которые производят витамины, и мы вот на ту витаминную массу откликаемся лучше. Это сродство, можно сравнить с тем, кто-то вырос на картошке, кто-то на бананах. И вот нам, допустим, здесь ближе по своему составу, по своей усадьбенности картошка, а, извините, кому-то в Африке бананы. С витаминами стабилитирована та же самая история. То есть не факт, что какие-то дорогие зарубежные, они лучше на вас подействуют, чем, здесь я могу уже сказать, наверное, чем уфимские, например. Например, уфимские или марийские, марийское производство. То есть витамины лучше всего покупать отечественную производство? Это у каждого своё мнение. То есть на кого-то действует одно лучше, на кого-то другое. Но я просто говорю, в целом они все действуют одинаково. Я понимаю, что для большинства наших телезрителей закаливание – это такой люксус. Да точно. Это роскошь. Это точно. Но, может быть, вы посоветуете какой-то такой оптимальный минимум времени, минимум сил способ закаливания, чтобы как-то подготовить организм и выдержать зиму почти не болеем или совсем не болеем? Наверное, опять же, вернёмся к классике и вернёмся к книгам. Помните книгу «Здоровый ребёнок»? Она во многих семьях была. Может быть, в вашей семье, когда вы были маленькие, она тоже была. Это такое старинное издание, старое издание, белая обложка. И рука там? Вот так вот рука. С рукой, да, у меня была книга. Вот толстые, затрёпанные книги. Вот там было всё замечательно написано. Обливать холодной водой там было? Да, обливать холодной водой не каждый из нас созреет. А вот не перегревать и разрешать бегать ребёнку босиком по полу – вот одна стадия закаливания, которая, кстати, и взрослым тоже. Это подходит и нам. Это подходит абсолютно. Ходить босиком? Не перегреваться, не перекутываться. Нужно одеваться правильно. То есть нужно одеваться так, чтобы было комфортно, чтобы было не жарко и не холодно. Пусть будет чуть прохладно, чем ты вспотел. Вот это вот мы не даём возможности разрастаться в жаре, в духоте. Не даём разрастаться возбудителем. Не даём влажной уборке дома. Дома должно быть свежо. 19 замёрзнем. 19 нам уже зябко, мы более теплолюбивые. Ну пусть это будет 22, но не 31. То есть должна быть такая комфортная температура, особенно для сна. Ну естественно, это тоже я уже лично о гигиене говорила. А закаливание, да, это... Ну вот знаете, наверное, это уже моё личное мнение. Не очень одобряю ухождение в морозы без шапки. Не одобряю. Должен быть или капюшон, или какая-то тоненькая шапочка. Это у нас не те широты, чтобы так ходить. То есть как бы если мы передвигаемся от машины до здания, да, это понятно. Но если мы в общественном транспорте стоим на остановке, не надо скушать судьбу. Не стоит дразнить гуси и вызывать заболевания мозговых оболочек. Ни к чему это совершенно. Сейчас я знаю, во многих школах практически в обязательном порядке детей прививают от гриппа. Есть производство, на производстве прививают от гриппа. Что вы скажете об этих прививках? Я совершенно разные мнения слышала и читала в интернете. Кто-то говорит, ой, это так опасно, и пережить прививку от гриппа ещё сложнее, чем пережить сам грипп. А кто-то прививается уже много лет и прекрасно себя чувствует и не болеет. Как вы считаете? Ну, вот здесь вот, наверное, как раз я отвечу вам вопросом на вопрос. Вот что в понимании вас и ваших знакомых ответ на прививку? И вот после этого я начну отвечать на ваш вопрос. Я, например, прочитала в интернете на мамином форуме, форуме мамочек, что одна мама рассказывала, она делала прививку от гриппа своему ребёнку, и ребёнок так сильно эту прививку, так тяжело переживал, то есть была высокая температура, что она настолько перепугалась сильно, что с тех пор не прививает ребёнка, и ребёнок болеет гриппом сам по себе. Замечательно. Значит, отвечаю на этот вопрос с полной уверенностью, что аллергических и других реакций на прививки от гриппа, они встречаются крайне редко. Другое дело, у непривитых детей и взрослых вероятность заболеть процентов на 70 выше, а заполучить осложнение в том числе. А ведь мы страдаем в основном не от самих ОРЗ, ОРВИ и гриппа, а от их осложнений. Поэтому я сама прививаюсь. И вот здесь вот я уже могу спокойно сказать, я всегда прививаюсь от гриппа, прививаю всю свою семью. Каждый год? Каждый год. Каждый год прививаемся, потому что, ну, нехорошо так говорить, человек, который проработал всю жизнь в медицине, я панически боюсь осложнений гриппа, потому что я знаю, какие они бывают. Это и отёки лёгких, это и проблемы с почками, это и воспаление мозговых оболочек, и многое-многое другое. То есть то, что после прививки бывает вакцинальная реакция, это правильно, это абсолютно нормально, это допустимо. Если умеренное повышение температуры в течение трёх дней, они пройдут. Даже свечка температурная, то есть температурный подъём, тоже пройдёт, но ведь потом ребёнок не заболеет. То есть вот эти три дня, это допустимо. В любой инструкции вакцин противогриппозных это заложено. А вообще, например, у себя в клинике, у нас прививается, наверное, процентов 90. Вы же знаете прекрасно, что для того, чтобы не развилась эпидемия в коллективе, должно быть привито от 30 до 50 процентов коллектива. То есть в коллективе тогда вспышки не будет. И обратите внимание на то, что у нас сейчас стали реже закрывать школы на карантин. Правильно? То есть всё-таки мы приходим к тому, что прививаться надо. Год действует эта вакцина. Идеальный период для привития – это с сентября по декабрь. Потому что дальше мы уже ждём. Три недели где-то нужно для того, чтобы выработался иммунитет, которого вам хватит на год. И тогда в эпидемию, которая обычно у нас в Татарстане приходит где-то к новогодним каникулам, иногда, если будет морозная зима, это чуть-чуть сдвинется в сторону слякоти, потому что мороз – тоже профилактика от гриппа. Мороз – это профилактика от гриппа? Вирус гриппа не любит морозы. Он развивается в такую слякотную зиму, он развивается лучше. А на морозе он гибнет. Поэтому он не любит горячих температур в обработке и не любит морозы, он там тоже не живёт. Нам повезло, можно сказать, в отличие от европейской зимы. Да, да. Если морозы, у нас эпидемия сразу двигается, то есть на более слякотный период. А продолжая тему прививок, какую прививку лучше использовать? Сейчас на рынке очень много всевозможных видов, прививок, какую лучше всего? Тоже провокационный вопрос, Марина. Ведь нельзя хаять одно, хвалить другое. Но, наверное, здесь я опять скажу, что я такой квасной патриот. И сама, и моя семья, и мои коллеги, мы прививаемся отечественным прививочным материалом. Раньше это был грипп, сейчас цеви-грипп. Тоже потому, что наш организм более адаптирован и привык к родному гриппу? Может быть ещё, знаете, в чём дело? Вот здесь я уже могу сказать тоже на своём собственном опыте. Я более уверена в этом производителе. То есть производитель, которым десятилетиями занимается вакцинами, который усовершенствует эту вакцину. То есть там сейчас, например, в своей гриппе три штамма гриппозных. Там стимулятор иммунитета некий присутствует. Поэтому переносится хорошо. То есть если у тебя на глазах прививается коллектив из 20 человек, и нет ни одной постфункциональной реакции, это уже о чём-то говорит, правда? То есть это вот просто отдел. Пошёл, прививился одно отделение, 20 человек. Всё. И ни одной реакции. Это уже о чём-то говорит. То есть прививаться надо обязательно. Я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что сегодня мы говорим о простудных заболеваниях, ОРВИ, гриппе. И у нас в гостях заместитель главного врача по диагностике Республиканской клинической больницы номер 2 Ирина Сидорова. Ирина Владимировна, ну вот мы поговорили о том, как подготовить себя к этому периоду нелёгкому, о профилактике гриппа и простудных заболеваний. Поговорим теперь, что делать, если это пришло, если это наступило. Как выжить в это нелёгкое время? Я поняла вас, Марина. Что делать, если человек всё-таки подхватил, заболел? И как лечиться? Ну, во-первых, наверное, лечиться. Если мы говорим о лечиться, значит, нужно подразумевать визит к врачу. Если у вас температура, то к врачу вы не идёте. Вы вызываете врача на дом. Если высокая температура, это повод вызвать врача на дом. А сколько должна держаться температура? Вот обычно, например, человек присыпается с температурой, скажем, 38-39. Сразу же, вот в эту же секунду, редкий кто звонит в поликлинику и вызывает врача на дом. Учитывая, что загруженность наших врачей, опять-таки, да? Согласна. Поэтому в какой момент нужно, сколько нужно дней или часов лежать с этой температурой, с этим гриппом и вызывать врача? Сейчас попробую сформулировать вот эту ситуацию, как сформатировать её для себя. То есть человек проснулся с температурой, болит голова. Во-первых, нужно прислушаться к себе, да? И нужно каждый из нас по-разному переносить температуру. Если человек неплохо переносит такой умеренный подъём температуры, то до 38 температуру вообще лучше не сбивать. Надо дать поработать собственному иммунитету. Далее, это первая ступень, значит, мы думаем, сбиваем мы температуру или не сбиваем. Смерили температуру, она 38, да? Значит, думаю, ага, ну, то есть я себя чувствую так, что вот встал до кухни, дошёл, водички попил, всё нормально. Не сбиваем. На работу не идём. Вот, на работу мы не ходим в этот день. Всё, то есть никому подарок в коллектив не несём. Всё. Дальше. Нужно посмотреть ещё. То есть мы должны понять, что нам нужна жидкость для того, чтобы этот вирус, который попал, он промывался. Пить всё подряд. Пить всё подряд. То есть это морсы, это чаи. Нежелательно кофе. Если кофе уж очень хочется, то кофе слабенький. Кофе слабенький, кофе с молоком, всё. Вот. А очень хорошо чаи, морсы, компоты. Замечательно. Не хочется есть, я считаю, что не ешьтесь. То есть пища должна быть лёгкой, которая не отвлекает силы организма от борьбы с вирусом. Вот. То есть мы вот с этой стороны опять же себя проанализировали. Да, вот это вот мы делаем. Потом есть одна большая разница между гриппом ОРВИ и ОРЗ. При гриппе не бывает насморка. Как это ни парадоксально. Да, мы привыкли всё мешать в одну кучу. Вот. То есть у нас получается так, что если это ОРВИ или ОРЗ, мы начинаем с того, что истекаем просто, простите меня, насморком. Ну да, называем вещи своими именами. Да, истекаем соплями прозрачными, такими водянистыми. Это вот ОРЗ и ОРВИ. Если это к нам подкрался грипп, то это ломота во всём теле. Это головная боль. Это высоченная температура. Там может быть и 39, и 40. Ну, у кого как реагирует организм. Вот. Но насморка нет. Вот. При гриппе могут быть выделения из носа только тогда, когда уже ушла температура. Вот тогда слизистые расслабились. Почему я вам объясняю эту разницу? Потому что нужно понять, что мы можем, какой препарат себе позволить. Значит, если мы так где-то задумались о том, что может быть это грипп, ни в коем случае не принимают ацетилсалициловую кислоту. Аспирин. Да, аспирин. Потому что продукты жизнедеятельности вируса гриппа и так разжижают кровь. И мы можем вызвать и носовые кровотечения, и геморроидальные кровотечения, и маточные кровотечения у женщин. Да, может быть на коже геморрагическая сыпь. Это реакция на аспирин при гриппе. Вот. То есть вот здесь нужно очень осторожно. А что же делать? Ну, в таком случае есть для того, чтобы температуру снизить, есть препараты нестероидные, противовоспалительные. Как бы, ну, немисулит, найс, вот такие. Мне приходится оперировать примерами. Потому что если я буду называть химические названия, никто не поймет. То есть вот такие вот вещи можно. То есть деткам свечи, да? Очень хорошая лекарственная форма, что деткам можно свечи. Процетамол. Процетамол можно, да. Процетамол можно. И еще нужно запомнить то, что если вот температура вот эти первые три дня держится высокая, то нужно чередовать. Процетамол. Кстати, я уже только хотела в начале разговора сказать, что в парцетамол больших количествах входит в большинство противопростудных препаратов. Всем известные терафлю, фервексы, панадолы и все прочее. Суть есть в парцетамол в больших дозах. Сам парцетамол препарат достаточно такой сложный. Он тяжел для печени и все. И поэтому долго его принимать не стоит. Он прекрасно помогает в большинстве случаев снять температуру. Если я не ошибаюсь, по-моему, до трех приемов в день допускаются жаропонижающие препараты. А в тяжелых случаях там, по-моему, до шести. Это надо смотреть по рецептуре каждого препарата. Но лучше чередовать, что касается детей и что касается взрослых. То есть, например, не стероидное, то есть не месулит. Ну, давайте на примерах. Я уже поняла, что я морочу голову. Поэтому давайте договоримся, например, не месулит, чередовать там стерофлю. Ну, то есть вот чтобы было такое чередование. Все. Потом. Значит, температура не должна держаться дольше пяти дней. К пятому дню, ну, то есть максимум к пятому дню должно идти на спад. Я почему и говорю, что я бы все-таки посоветовала, если день температура, два температура, ну, на третий к врачу. Да, вызываем врача. Даже если, допустим, начальник на работе дал возможность отлежаться. Вот. Все равно нужно вызвать, чтобы посмотрели. Особенно если присоединился кашель. Особенно если есть чувство такого сдавления в горле. То есть как бы если там есть склонность к ангине, то есть если присоединились какие-то похожие ангиноподобные симптомы, то есть как бы все равно надо вызывать врача, вот как хотите. Потому что, ну, нельзя запускать, нельзя нарываться на большие неприятности. А что делать, вот если, скажем, человек поклонник таких народных домашних средств лечения? Можно ли вылечить, скажем, грипп обычными молоком, медом, всеми теми же самыми лимонами? Не знаю. Не включая медикаментозное. Нет, не включая медикаментозное лечение, ведь такая группа товарищей существует и вылечиваются на самом деле. Еще раз говорю, ведь здесь в основе он наш собственный иммунный ответ. У кого-то иммунитет справится и сам ему мешать, просто не надо. То есть вот действительно, а вот мед, лимон и так далее, обратите внимание, вы же сами говорите, это же обильное питье. Это механическое вымывание с добавлением аскорбиновой кислоты. Замечательно. То есть мы вот здесь вот активируем плюс адаптоген в виде меда, а здесь сверху мы еще и имбирный корень покрошим. Но все замечательно. То есть мы заменим все... Да-да-да-да, чесночок, лук и так далее. Если хороший иммунитет, безусловно, может помочь и это. А еще здесь в основе, если человек в это время находится дома, если он дает возможность себе просто выспаться, если он дает себе возможность отдохнуть, не контактировать с заболевшими, не напрягать себя поездками в общественном транспорте, не стоять там где-то на ветру. То есть он действительно за три дня себе перебьет все инородными средствами, если это ОРЗ обычная. Я слышала, что в некоторых штатах Америки есть такой закон, что если человек не спал ночь, то ему запрещено ездить в общественном транспорте, потому что он более подвержен получить всевозможные инфекции и так далее. У него настолько низкий иммунитет, что ему не разрешают ездить в общественном транспорте. Я не читала эти законы, но я слушала. Вот я хотела сказать, интересно, конечно, я слышу от вас это, впервые услышала от вас. Хочу сказать тогда, если бы у нас внедрили этот закон, у нас в общественный транспорт бы опустел. Вы думаете, у нас народ так мало спит по ночам? У нас очень много тех людей, у которых дефицит сна на самом деле. Даже если взять наших, допустим, сотрудников, медицинских работников, медицинских сотрудников, кто работает дежурантами, кто потом остается после дежурства в дневной смене. Я же говорю, общественный транспорт опустеет, Марина. Это только пример. А дальше у нас есть полиция, а дальше у нас есть еще ряд людей, которым приходится очень мало спать. Это наши студенты. Так что у нас будет замечательно пустой общественный транспорт. Я честно скажу, я слышала это от студента американского ВУЗа. И ему, чтобы добраться от общежития до ВУЗа, нужно было ехать на метро. И ему запретили преподаватели, на кафедре ему запретили ездить, если он не спал. Потому что он, по-моему, работал официантом или что-то такое. А сколько нужно спать человеку? Немножко отходя от темы. Но все-таки это все равно, это наша иммунная система. Нет, 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 нет. Это совершенно правильный вопрос. Вот здесь я недавно совсем тоже читала на эту тему, потому что интересно. У нас у каждого своя потребность в сне на самом деле существует. Говорят о том, что классика жанра – это не позже 11 ложиться спать, спать не менее 7 часов. Это как обливание холодной водой для многих из нас. Вот, 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 вот. И у каждого вырабатывается свой режим сна. То есть кому-то хватает 4 часа, но на самом деле нигде не написано, что 4 часа – это норма. То есть давайте будем говорить о классических канонах. Сна не менее 7 часов и оптимальное. Не позже 11 мы ложимся. Вот. Ну, вот так вот. Надо, как сказать, нужно стремиться к идеалу. Да. Возвращаясь к теме гриппа и простудных заболеваний, когда принимать антибиотики? И надо ли вообще их принимать? Многим сразу… Есть люди, которые сразу же хватаются за антибиотик, да. Пару антибиотиков и пару таблеток и на работу снова. Вот. Замечательно. Я говорю, если бы вы не задали мне этот вопрос, я бы вам его задала сама. Вернее, сказать, я бы простимулировала вас, чтобы вы мне его задали. Получается, вот в данном случае, что антибиотик на начале вирусного заболевания, в начале вирусного заболевания, он ведь не помощник. Он, в общем-то, враг. Потому что на вирусы антибиотик не действует. На вирусы действует противовирусный препарат. А это совершенно другая химическая группа. Вот. Антибиотик можно и нужно подключать, не дай бог, если случится осложнение. Вот тогда, да, доктор решит, что нужно. И одной-двумя таблетками антибиотика не лечат. То есть лечат курсом. Я понимаю, что сейчас курсы антибиотиков уже сократились до трех таблеток, но это называется из помушки из пушки. То есть тяжелые антибиотики, где трех таблеток хватает, в случае неосложненного гриппа вообще противопоказаны. И поэтому нужно запомнить для себя, что вирусные инфекции антибиотиками не лечат. Лечат только бактериальные инфекции. То есть те, которые развиваются как осложнения. Понятно. А вот есть люди, мне кажется, у многих по-разному протекают эти вирусные ОРВИ, простудные заболевания. Кто-то, у кого-то больное место горло. Человек не может говорить, болит горло невыносимо. У кого-то, как мы уже говорили, течет из носа. У кого-то уши и так далее. От чего это зависит? Почему часто люди, кто-то кашляет и так далее. Почему люди по-разному реагируют, казалось бы, на одинаковые болезни? Вот то, что вы сейчас описываете, вообще на самом деле совершенно три разных направления. Течет из носа – это чаще всего вирусная инфекция. Распухшее горло – это чаще всего бактериальная инфекция. С последних годов участились случаи грибковых заболеваний. То есть с нарушением баланса микрофлоры в организме. У нас те микроорганизмы, которые считались сапрофитами, то есть нашими обычными спутниками, размножаются на фоне бесконтрольного приема антибиотиков. Они переходят в группу уже практически паразитов. То есть мы уже сталкивались со случаями ангины, возбудителем которых при бактериальном посеве оказывался возбудитель совершенно, вот когда мы изучали в свое время микробиологию, абсолютно нейтральнейший, который входил в группу сапрофитов, то есть сопутствующий человеку всегда. Поэтому мы просто сами губим микрофлору и сушаем та же самая история. То есть уши зачастую становятся, они не первопричиной, а как бы последствием основного заболевания. Вот то самое осложнение после вирусной инфекции на уши уже чаще бактериальное. То есть это уже вот три разных, что вроде шло в одной куче, оказалось тремя разными заболеваниями. Вот еще вопрос, который, я думаю, многие могли бы задать, принято в народе. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые только так и лечатся, в том числе журналисты, мужчина, как правило, почувствовал, что заболевает, рюмка водки, или есть такой еще рецепт рюмка водки с перцем. И очень многие мне говорили, вечером выпил рюмк водки, утром как огурчик, все хорошо. Вообще действует этот рецепт? Я на себе не испытывала. Но как вы считаете, этот метод... Хочется этот вопрос просто опустить, если честно. Потому что говорить о том, что в начале вирусного заболевания примите алкоголь, это будет звучать просто нелепо. Но я не раз слышала такой способ лечения вирусных заболеваний. Да, 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 да. Это простудно. Это чаще всего при переохлаждении. Вот правильнее, наверное, что при переохлаждении. Но никак уж не при вирусных заболеваниях. Простимулировать иммунитет горстью перца сложно. Сложно, сложно. Я не буду это комментировать, простите. Я как бы не стала. Слышать слышала, знаю, что люди... То ли это эффект плацебо, то есть... Люди внушают сами себе. Внушили сами себе, что это старинный дедовский способ, и мне тоже поможет. Нет. Пожалуй, воздержусь от комментариев. Оставим тому, кто этим пользуется. Кто этим пользуется эффективно. Да, да, да. А вот если такая ситуация, к сожалению, многие из нас с ней сталкиваются. Заболел человек. Но нужно идти на работу. Например, студенты, которые нас сейчас смотрят. Сессия. Не отменишь экзамен. Что делать? Все-таки можно как-то организм поддержать на 3-4 дня, пока экзамены идут, и пережить болезнь на ногах. И какие могут быть последствия? Вот начнем с последствий. Потому что с этим тоже сталкиваемся. Последствия перехаживания вирусных инфекций на ногах очень часто это те самые атиты, пневмония, то есть это воспаление атит, воспаление среднего уха, евстехиид, воспаление и встахивает трубы в ухе. То есть как бы такие сопутствующие заболевания как раз от вирусных инфекций. Вплоть до того, что если мы не умеем правильно освобождать нос от слизи, то есть не умеешь правильно высморкнуться, можешь заработать. Евстехиид, ну это целая технология у лориков. Они же объясняют всегда, что нужно сначала закапать нос, чтобы открылись носовые ходы. Надо правильно повернуться. Вот. Нам уже машину. Вот. И в результате у нас получается, что мы должны одну половинку носа плотно закрыть, вот, чтобы не было вот этого воздушного подпора. Все. Кстати, нужно правильно, но это уже лорик должен выступать, лор-офтальмолог, потому что нельзя к этому относиться так легко, как относимся мы. Мы свои уши портим неправильно, неправильными манипуляциями, я бы сказала так. Нос мы промываем зачастую неправильно. Это тема отдельного разговора. Тема отдельной нашей следующей, может быть, через какое-то время программы. Спасибо огромное, Ирина Владимировна, было очень интересно и полезно. Я рада. Я рада, что если что-то пригодится, нашим слушателям и зрителям. И еще раз позвольте напомнить, нельзя халатно относиться к своему здоровью. Вот. Нельзя перехоживать. Не относитесь халатно к своему здоровью, не болейте. А если заболели, то правильно лечитесь. Следуйте советам нашего доктора. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был заместитель главного врача по диагностике Республиканской клинической больницы номер 2 Ирина Сидорова. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Всего хорошего. Разговор по чесноку на радио UFM